Всем привет! И это видео с полным разбором сюжета третьей части игры Silent Hill. И чтобы полноценно понять все события третьей части, вам необходимо предварительно ознакомиться с первой частью игры. Или хотя бы посмотреть мой ролик с разбором ее сюжета. Так как третья часть является ее прямым продолжением. А начнем мы с событий, которые произошли в период между первой и третьей частью игры. Гарри при помощи Кауфмана убивает не до конца сформировавшегося бога, рожденного Алессой. Алесса, не сумев пережить роды, тоже умирает, но перед смертью передает Гарри младенца. Мир Алессы начинает рушиться, но Гарри с младенцем удается спастись и уехать из Silent Hill. После гибели Далии, Алессы, Кауфмана и вообще всех произошедших событий в городе, Silent Hill покидает большинство его жителей. А сам культ приходит в упадок, но все еще продолжает существовать. Дело в том, что сам культ из-за некоторых разногласий состоял из двух сект. Это была Желтая Секта в честь божества Лоб Сильвиса, во главе с Далией Гелеспи, которая специализировалась на обрядах жертвенного самосожжения. И Красная Секта в честь божества Кзучилбары, во главе с Леонардом Вульфом, в которой стремление к богу лежало через сказни и кровавые ритуалы. Вокруг одного из таких ритуалов и будет крутиться весь сюжет четвертой части игры. Красной Секте также принадлежал Сиротский Дом Надежд, о котором писал Джозеф Шрайбер в одной из своих статей. В сектах отличались и подходы к рождению бога. Если в Желтой Секте считалось, что бога должна родить сжигаемая мученица, причем она должна обязательно быть из духовенства, то в Красной Секте принято было приносить жертву заключенных и грешников, чтобы призвать святую мать, которая и родит бога. Как оказалось, у Леонарда была дочь Клаудия, которую он не особо любил и также, как и Даля, вдалбливал в ее голову учение культа, периодически применяя физическое насилие. Так как Даля и Леонард были членами одного культа, то и их дети были хорошо знакомы, и в свободное время от учений и побоев своих родителей Клаудия и Олеса вместе играли и считали себя как родными сестрами. Но когда Олесе исполнилось 7 лет, Даля принесла ее в жертву, а Клаудия очень тяжело перенесла эту потерю. Итак, после смерти Далии, Желтая Секта потеряла своего лидера, и во главе всего культа становится жестокий тиран, Леонард Вульф, который начинает исповедовать свои идеи. Он считал, что в рай путь заказан далеко не всем, а только избранным людям. Также он стал хранителем печати Метатрона, так как он считал, что Гарри Мэйсону удалось победить бога только благодаря этой печати, которую Олеса рисовала по всему городу. Но похоже, что идеалы Леонарда устраивали далеко не всех сторонников культа, в том числе и его собственную дочь Клавдию. И однажды во время очередного религиозного спора Леонард ножом убивает одного из своих последователей. После этого его признают невменяемым и вместо тюрьмы отправляют в психбольницу Брукхевен, где, судя по всему, он и умирает при попытке побега через канализацию. После ухода Леонарда его место занимает Клавдия. При помощи Винсента Клавдия решает кардинально изменить устои культа и объединить секты. Религия культа была частично переписана. Был придуман красочный миф про рождение и гибель бога. И про то, что бога необходимо обязательно вернуть, чтобы настал рай во всем мире. Причем бог в понимании Клавдии был именно женского пола. Жертвоприношения были отменены. То есть, если раньше члены культа считали, что при проведении жестоких и болезненных ритуалов Господь должен был услышать боль мучников и снизойти на землю для создания абсолютного рая, то теперь из-за своей привязанности к Олесе Клавдия поверила, что только Олеса способна принести в этот мир правильного бога. Тем более, ей это уже удовалось сделать, только вот Гарри Мейсон все испортил. То есть, Клавдия пытается повторить сценарий, который произошел 17 лет назад, чтобы весь Сайлент Хилл опять погрузился в мир Олесы. И там родился бог. Именно таким она видит идеальный рай и спасение для всех грешников. И она искренне в это верит. Но на самом деле трудно представить красивый рай, созданный человеком, которого сначала подвергали постоянным мукам, а потом еще и сожгли. В результате этой веры Олеса была причислена к лику святых и поставлена на один уровень с основателями культа, Дженнифер Кэролл и Николасом. На картине в часовне Олеса держит в своих руках ребенка, который является реинкарнацией самой Олесы. Клавдия знала, что Олеса была перерождена, а Гарри Мейсон выбрался из Сайлент Хилла, прихватив ее реинкарнацию. И теперь главной целью культа становятся поиски богоматери Олесы и молитвы о ее скорейшем возвращении в Сайлент Хилл. После всех этих изменений сатанинский культ стал больше походить на христианский с идеей о всеобщем спасении за счет одной Олесы. И так как культ стал более гуманный, он начал активно набирать популярность и привлекать много прихожан и пожертвований. Еще для большего привлечения потенциальных верующих была отремонтирована и сама церковь культа. Все это время помогающий Клавдию Винсент лишь делал вид, что разделяет все ее убеждения. Но на самом деле он преследовал только одну цель – деньги. Помогая Клавдии, он стал занимать в культе высокий пост и контролировать все денежные потоки пожертвований, на чем неплохо зарабатывал. Тем временем Гарри, выбравшись с младенцем из Сайлент-Хилла, переезжает в Портленд и начинает выдавать младенца под старыми документами Шерилл. Как ему удалось обосновать такую разницу в возрасте, остается загадкой. Но когда новой Шериллу исполнилось 5 лет, их обнаружил культ. Гарри пришлось убить нападавшего, что позднее признали самообороной. А для дальнейшей конспирации Гарри и Шерилл пришлось переехать в Эшфилд и жить там под новыми именами. А Шерилл, теперь уже Хизер, даже перекрасить волосы. После всех этих событий культ уже не может своими силами отыскать реинкарнацию Олесы и нанимает для этого частного детектива Дугласа, рассказав ему, что Гарри Мэйсон похитил у них ребенка. Следующие 12 лет Хизер вместе с Гарри живут в Эшфилде. Окруженной заботой и любовью отца, Хизер была счастлива. И личность Олесы, спящая внутри ее подсознания, отражалась только в рисунках, куклах и ненависти к больницам. Но чем старше становилась Хизер, тем чаще ее начинали преследовать кошмары, один из которых мы видим в самом начале игры. Даже сам Гарри начал замечать что-то странное в ее поведении и на всякий случай подарил ей медальон, внутри которого был Аглоофотис, вещество, благодаря которому и был ослаблен бог Олесы 17 лет назад. Тем временем, после долгих поисков, детектив Дуглас Картланд все-таки находит Хизер и передает Клавдии информацию о ее местонахождении. Клавдия уже на тот момент сомневается в искренней вере Винсента и решает не сообщать ему, что реинкарнация Олесы найдена. Она лично отправляется в Эшфилд, чтобы увидеть Хизер и попытаться вернуть ее в Сайлент-Хилл. Винсент все же узнает от одной из последовательниц, что Олеса найдена. Он связывается с Дугласом и дает ему новое поручение – следить за Хизер. И судя по надписи на фото, сделанной Дугласом, возможно, даже предложил убить ее, чтобы предотвратить кошмар 17-летней давности. Винсент, в отличие от фанатичной Клавдии, увидев мир Олесы, понял, что такой рай ему точно не нужен и поспешил всячески противостоять его появлению. Также ему было выгоднее, чтобы Олеса так и осталась мифом для верующих, которые приносили ему прибыль. Дуглас начинает подозревать, что Клавдия и Винсент что-то от него скрывают и решает лично поговорить с Хизер по поводу ее рождения. Но тем самым только пробуждает ее воспоминания о прошлом, и в подсознании Хизер начинает просыпаться личность Олесы. А после встречи с Клавдией, ее давней подругой детства, все становится еще только хуже. Дело в том, что Клавдия, как и Олеса, тоже обладала некой силой и, возможно, могла повлиять на подсознание Хизер, пробудив там давние воспоминания. Хизер начинает постепенно видеть иной мир Олесы. Благодаря силе, доставшейся ей в наследство, Хизер начинает создавать локальный иной мир вокруг себя, даже не находясь в Сайлент-Хилле. По сути, Хизер становится носителем этого мира, который также могли видеть и другие люди, находящиеся рядом с ней. Как и раньше, весь этот мир наполнен решетками, обгорелой плотью и монстрами, которые теперь отражают не только страхи Олесы, но и самой Хизер. Хизер пытается как можно скорее добраться домой к отцу, но кошмар начинает усиливаться, навеевая все больше воспоминаний о прошлом Олесы. Все это время за Хизер следит Винсент. Он был неглупым человеком и много проводил времени, читая книги культа, и, соответственно, владел информацией о его истории. При встрече с Хизер он явно нервничает и, возможно, даже боится, так как знает, какой силой она обладает. Но все-таки решается рассказать ей, что Гарри Мэйсон скрывает от нее правду, и она не та, кем себя считает. Винсент тоже видит кошмарный мир Олесы, но поначалу даже считает его очаровательным. Но, скорее всего, он просто врет. Хизер все-таки добирается домой, но не успевает. Ее приемный отец Гарри Мэйсон и по совместительству главный герой первой части игры – мертв. Субтитры создавал DimaTorzok